Привести в порядок необходимо и уличную торговлю в Иркутске, по крайней мере в той ее части, что касается ассортимента товаров. Все чаще в областном центре продают растения, занесенные в Красную книгу. Насколько велик масштаб такой торговли, выясняла наша съемочная группа. Рынки бывают разные в середине июня, все чаще черные, белые, красные, хотя, наверное, вообще всех цветов радуги. Выбор растений на стихийных рынках Иркутска сегодня поражает. Но помимо бархатцев, пионов, лили есть и другие более редкие. Товары, например, краснокнижные цветы. Именно их сегодня мы и будем искать. А не знаете, здесь букеты лесных цветов продаются? Вот, скрыто. Найти лесные цветы непросто. Нам понадобилось около 30 минут. Со скрытой камерой в руке и через целую цепочку продавцов выходим на женщину, у которой можно приобрести заветный букетик. А есть у вас лесные цветы? Ну там жаркий, что-нибудь такое. Есть? Да. И почем? По 100 рублей букетик. Так, сейчас я позвоню. Вам сколько нужно? Один? Несколько? Нет, много. Много? У меня букетов 6 сейчас есть. Жарки – это не просто цветы. Они занесены в Красную книгу и относятся к редким и исчезающим растениям. Штраф за их уничтожение от 2,5 до 5 тысяч рублей. Наверное, поэтому на прилавке товар не лежит. Зато он есть у поставщика, которому и звонит наш продавец. Он сейчас или в лесу, или дома. Если дома, он сейчас бы принес. Но, скорее всего, он в лесу. Но не только жарки собирают в лесу. Венерины башмачки – еще один вид цветов из красной книги, который продается на стихийных рынках. На днях реализация именно этого растения возмутила иркутянку. Она обратилась в полицию. Теперь продавцу грозит штраф. Наказывать можно и тех, кто пытается реализовать свежепойманного хариуса в нерестовый период. Это хариус, что ли? Сот рублей килограмм. Так он же в запрете сейчас, нет? Нет, конечно. До 25-го числа. Так что не стоит безоглядно верить продавцам. Их главная задача – получить от вас деньги. А значит, о природе многие из них думают. В последнюю очередь. Что сегодня доказали Евгений Шуев и Марина Минченко в программе «Новости по будням».